Доброго времени суток, друзья! Всем здравствуйте! Два разделочных ножа. Охотник вашему вниманию. В одинаковом исполнении по клинкам разница, друзья, только в рукоятках. На клинках кованая сталь Х12МФ. Спуски 2 треть. Небольшое фальш-лезвие. Финиш клинков полировка. Неоднократно, как я и говорил, на мой взгляд, на разделку, скажем так, на хорошую, добротную, на грубую разделку, спуски 2 треть, самый оптимальный вариант. Но, опять же говорю, это только мое видение. Первый нож. Рукоятка классика из черного граба. Традиционная пропитка Даниш. Небольшой изгиб, как мы традиционно делаем, в исполнении с литьем для более четкого, удобного хвата. Гарда и навершия. Художественное литье из мельхиора. Первый красавец. Есть. Давайте сразу по размерам скажу, вот на примере этого ножа. Общая длина, друзья, 263 мм. Клинок 132, то есть среднеразмерный. Небольшой, немаленький. Ширина 30, обух 3,5. Первый красавец. Есть. Второй нож, друзья, по исполнению, по материалам клинка, соответственно, по геометрии. Все абсолютно одинаково, как вы видите. То есть, также 2 треть. Соответственно, небольшой фальш. Извиняюсь, немножко бликует. Ну и финиш клинка полировка. Здесь рукоятка падук. Красное дерево. Ну, как я называю антипотеряйка. То есть, кому какое нравится, это действительно дело вкуса. Гарда и навершия также мельхиор. Второй красавчик. Вот парой. Смотрите, кому какой подойдет. То есть, более строгий, да, там классика. Черный граб. Ну, или, соответственно, падук. Скажем так, более яркий нож. Отличные работяги, друзья. Действительно, разделку. Мощные ножи с хорошим запасом прочности. Ножны кожи. Тиснение на двух подвесах. Все как всегда. Любой нож, друзья, 4500 рублей. В ножнах сидят плотно. КОНЕЦКИ. ПОНЕЦКИ.